Докладная колькасть супрасывника у Гомельской мытни з'является службовой тайны, але гэта як раз той выпады, калисправы не у колькасти, а у якости. Только в гэтым годзе мытники супроводзели больше як 600 тысяч грузовых и легковых автомобилев, свыше 30 тысяч автобусов и проверили подчас пересечения границы 2 миллионы 860 тысяч человек. Гэта саправды непросто. Необходно постоянно быть сконцентрованным и уважливым. Работа таможника сложна и многогранна. Сложна, потому что приходится свои обязанности выполнять в любое время года, и в жару, и в холод. И при этом, естественно, необходимо обеспечить соблюдение законодательства, необходимо знать большой объем нормативно-правовых актов. Законодательство постоянно меняется, необходимо быть в форме, я имею в виду, поддерживать свои профессиональные знания на высоком уровне. Сюня у мытников особливая задача, створенная ровно 26 годов тому. На першопочатковом этапе мытня займалась у основным боротьбой с контрабандой. Гэта задача застаётся актуальной и зараз. С початку года супрасонники выявили больше, як 2000 администрационных порушений. По выниках их деяностей узбуджены 12 криминальных справ. Перш за всё, за спробы незаконного перемещения про сграницу, сброи и наркотиков. Разом с тым, зараз необходно не только гарантовать экономичную безопасность Украины, али и содейнишись интеграции Беларуси у сусветную господаршую деяность. Дарыши, по выниках другого квартала гэтага года, гомельская мытня стала лепшей у Беларуси. Самое основное на сегодняшний день – это ускорение продвижения товаров через таможенную границу, то есть ускорение товароборота через таможенную границу. Это создание благоприятных условий для оформления беларуского экспорта. Это создание наиболее благоприятных, комфортных условий для пересечения границ всеми заинтересованными лицами.